В Минске на улице Семашко открыли общежитие на 1030 мест для студентов Белорусского государственного медицинского университета и университета информатики и радиоэлектроники. Общежитие состоит из двух корпусов. В жилой части расположено 114 блоков на 3, 5 и 6 человек. Заселение начнется с 1 декабря. Что касается обеспеченности общежитиями, у нас все области, за исключением Гродненской области и города Минска, 100% наши студенты обеспечены общежитием. В Гродненской области порядка 92%, но столица наша традиционно, поскольку здесь сосредоточены все основные вузы нашей страны, то здесь обеспеченность составляет порядка 83%. Поэтому и главой государства в 2020 году было принято решение построить еще 4 общежития. Выполняя это решение, мы первое общежитие сегодня открыли на 1030 мест, еще у нас впереди 2 строится общежитие и одно проектируется. Поэтому вот с учетом пополнения, я думаю, мы выйдем на процент порядка 93-94-95% по обеспеченности общежитиями. Для комфортного проживания студентов созданы все необходимые условия. На территории общежития предусмотрена безбарьерная среда. Жилые блоки включают кухню, санузел, душевую и прихожую. В вестибюльной зоне первого этажа находится буфет. Также студенты смогут заниматься в тренажерном зале. Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется не просто подготовка специалистов с высшим образованием, но и, безусловно, обеспечению доступности образования для того, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от того, где он проживает, мог приехать и поступить в тот университет и получить, соответственно, необходимые социальные гарантии. В первую очередь, жилье для того, чтобы обучаться в любом университете нашей страны. Сегодня в нашей стране порядка 80 тысяч студентов проживает в 120 общежитиях. Фактически это достаточно хороший, крупный город, почти 100 тысячник. Сегодня, открывая такой комплекс на два университета, на 1030 мест, хочется отметить, что только с 2016 года количество иностранных студентов у нас выросло почти на 90 тысяч. Это говорит о том, что сегодня мы должны создавать необходимые условия для притока иностранных студентов в наше учреждение высшего образования. Условия в этом общежитии достойные. Есть комнаты на три человека, на пять и на шесть. В подвале общежития имеется тренажерный зал. Созданы все условия для хорошего проведения нашего досуга. Я живу в общежитии номер 10, которое было построено 10 лет назад. И на счастье нашим студентам, которые недавно поступили, построили данное замечательное общежитие, совсем новым абсолютно. И мы безумно счастливы, что эта возможность выпадет и нам в том числе. Мы очень рады, что построили такое прекрасное общежитие. Это отличная возможность для иногородних студентов жить в таких комфортабельных условиях. В данный момент ведется строительство двух общежитий для Белорусского государственного университета физической культуры. В эксплуатацию оно будет сдано весной следующего года. Вместимость 700 человек. Дарья Шманкевич, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.